В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В администрации состоялось 22-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Изменяются расходы бюджета, они увеличиваются на сумму 3 миллиона 254,6 тысячи рублей. Новогодние подарки от Торгово-промышленной палаты для бывших узников фашистских концлагерей. Особенно в сегодняшнее сложное время, когда страна и весь народ переживают непростые времена, связанные с коронавирусной инфекцией, мы решили порадовать ветеранов. Символ будущего года по восточному календарю в селе Остров. Мы, конечно, обрадовались все утром, уже в 6 часов мы были на работе и начали уже его здесь обхаживать. В здании администрации прошло 22-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. На повестке дня 15 вопросов, касающихся бюджета отдельных поселений и округа в целом, муниципального контроля и плана работы Совета депутатов на 2021 год. Заседание началось с объявления результатов до выборов Совет депутатов муниципалитета, которые прошли в минувшие выходные, и вручение удостоверения депутата избранному по 14-му избирательному округу Артему Грудинину. Мои избиратели, а именно 503 человека, которые пришли на выборы, которые проголосовали, написали невероятное количество наказов, которые я планирую выполнять в ближайшее время. В совхозе Земеления есть проблема с Домом культуры. К сожалению, насколько мне известно, договор на данный момент не подписан. Я считаю, что все вопросы должны решиться прежде всего в правовом поле. Затем перешли к основной повестке дня. Было утверждено новое положение об охране зеленых насаждений, где появился ряд новшеств. Мы сокращаем сроки рассмотрения заявлений собственников земельных участков на получение необходимых разрешений обрезку зеленых насаждений, снятие травяного покрова с 30 до 17 рабочих дней. Это вносится в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги выдачи решений на вырубку зеленых насаждений по рубежному билету. Обсудили также внесение изменений в ранее принятые решения Совета депутатов, касающиеся бюджетов сельских и городских поселений. Корректировки подлежит в том числе и бюджет сельского поселения Совхоз имени Ленина. Изменяются расходы бюджета, они увеличиваются на сумму 3 миллиона 254,6 тысяч рублей. Увеличение идет по мероприятию муниципальной программы благоустройства сельского поселения Совхоз имени Ленина. Это те деньги, которые там более 3 миллионов, где контракты 19-го года, когда главой была Добренковой, соответственно, бюджет закрыли, а контракты 19-го года остались неоплаченными. И уже из бюджета 20-го года, соответственно, направили эти деньги. Настоящие дебаты вылилось обсуждение перспективного плана работы Совета депутатов на 2021 год. Артур Григорян заверил присутствующих, что план неоднократно прорабатывался, и все предложения, направленные в адрес Совета депутатов, в него были включены. Поэтому претензии ряда депутатов абсолютно беспочвены. Сегодня поступило поручение председателя Совета депутатов, которое, на мой взгляд, даже немножко запоздало уже, то есть обсудить на комиссии по этике поведение некоторых наших коллег депутатов, в том числе депутатов из 29-го, грузина Павла Николаевича. Сейчас идет целенаправленный срыв работы Совета депутатов, целенаправленный подрыв авторитетов депутатов. Подводя итог заседания, Алексей Спаский поблагодарил депутатов за плодотворную работу и добавил, что хоть Ленинский округ и получил от губернатора Московской области премию «Прорыв года» в номинации «Чуткая власть», задач предстоит решить еще много. Год был непростой еще, потому что он переходный. Мы трансформировались из муниципального района, из поселений, соответственно, вынуждены были рассматривать иногда 9 бюджетов, включая бюджет уже городского округа. Это непростая и не всегда благодарная работа. Я очень надеюсь, что начиная с Нового года все-таки бюджет у нас будет один, и поэтому в этом смысле будет всем проще. В том числе глава округа упомянул о том, что новая школа в пригороде Лесное и перестройка к Видновской гимназии должны открыть свои двери для учеников не позднее 15 января 2021 года. Полина Иванова, Владимир Андреанов, Видное ТВ. Завершены работы по реконструкции развязки на ПЛК в районе пожарной части и выезда с Советской на Школьную. В рубрике «Видновчане об этом» мы решили узнать у местных автовладельцев, насколько улучшилась дорожная ситуация в этих местах. Как автолюбитель, ежедневно проезжающий через этот круг, могу с уверенностью сказать, ехать стало легче. Но это мое мнение. Спросим местных автовладельцев. Я местный, и вот здесь уже давно, лет где-то 10, даже больше. Как ехать сейчас легче стало вообще? Ощутили разницу? Разница есть, но небольшая. По утрам и по вечерам стоим. Ну вот тут, в нем все нормально. В нем нет претензий. Немножко, прям, ну не знаю, процентов на два получше, но не более того. То, что сделали дорогу, немножко она улучшила, конечно, ситуацию, но тем более сейчас микрорайон Купеленко расстраивается еще больше, поэтому это не выручит. Ну может быть, когда выезд на шестой, или с шестого сделают полегче? Ну да, это уже как бы будет плюсом большим. То есть здесь все равно пробка, здесь кругом не излечишь, что надо все делать, понимаете? То есть круг – это хорошо, да, но нужно что-то больше. Лучше стало, потому что там три полосы уже стало. Когда была одна полоса, неудобно было ездить. Сейчас одна налево сюда поворачиваю, и две полосы прямо, намного лучше. На 5% я оцениваю, поехали быстрее. Если вы считаете, что это изменило погоду, то да, возможно, но по большому счету погода это не сделала. Расширили, конечно, получше. Но в идеале, чтобы дорогу новую побыстрее построили, все равно пробки в старом городе. Еще один важный перекресток – соединяющий улицы Советская и Школьная. Совсем недавно здесь наблюдался ежедневный коллапс в утренние и вечерние часы. Вот такую картину очень даже приятно видеть. Машины двигаются свободно, хотя сейчас полдень, и, в общем-то, на дорогах гораздо меньше машин, но и в часы пик здесь стало передвигаться проще. Очень хорошо стало выезжать вот с улицы Советской на улицу Школьную. Легче проезжать, если только сейчас вот там заранее знак поменять, поставить такой, что можно с двух полос выезжать. Очень-очень удобно стало. Здесь разород немножко проблем. Близик, это светофоры, там долго стоят. Оттуда, когда приезжаем, здесь разород сейчас назад. Но все-таки реконструкция помогла как-то? Конечно, помогла. Сейчас удобно. Немножко попроще, но нахалы устраиваются в три-четыре ряда. Поэтому здесь надо делать шахматную разметку, чтобы они не выезжали. Они выезжают прямо туда. Кошмар какой-то. Полегче. Заметили после реконструкции? Немножко. Немножко? Да, совсем чуть-чуть. Но бывает, собрается пробка все равно. А это не от самих водителей зависит? Да может быть и от самих, потому что лезут в дворе, да. Очень хочется, чтобы из вышесказанного были сделаны определенные выводы и теми, кто отвечает за дороги в муниципалитете, и водителями, которые также являются причинами пробок, нарушая правила дорожного движения. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. До Нового года осталось совсем немного времени. Люди начинают дарить друг другу подарки. Вот и депутат Ленинского городского округа Владислав Рымша посетил Совет ветеранов муниципалитета. Естественно, не с пустыми руками. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Председатель торгово-промышленной палаты и депутат муниципального совета Владислав Рымша посетил Совет ветеранов Ленинского городского округа, чтобы поздравить с наступающим Новым годом бывших узников фашистских концлагерей и вручить им подарки. Анатолий Кириллович, позвольте вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам здоровья, счастья, чтобы вас никто не болел, чтобы вы еще долгие годы нас радовали, были вместе с нами. Ветераны остались очень довольны подарочными наборами от торгово-промышленной палаты. Для них 2020-й стал особенным годом из-за юбилея победы в Великой Отечественной войне. И им очень приятно, что о них помнят и не забывают. Обзванивали наших узников и говорили, что вас ждут подарки, посвященные 75-летию Победы и посвященные наступающему Новому году. Радость у всех была запредельна. Несмотря на почтенный возраст, члены ветеранской организации стараются вести активный образ жизни, занимаются патриотическим воспитанием и участвуют в памятных мероприятиях. Кузники фашистских лагерей – это особая часть нашего общества. Это люди, дети, детство у которых было опаленное войной. Они не видели этого, так сказать, что сейчас видит наша молодежь. Поэтому они очень трогательно все это относятся к этим мероприятиям. И мы счастливы, что они еще приходят, знакомятся здесь, выступают в школах и так далее и тому подобное. Поздравление ветеранов накануне Нового года для Владислава Рымши уже становится традицией. В прошлом году он также приезжал с подарками и считает своим долгом заботу о людях поколения победителей. Особенно в сегодняшнее сложное время, когда страна и весь народ переживают непростые времена, связанные с коронавирусной инфекцией, мы решили порадовать ветеранов, уздиков, которые за всю свою жизнь очень сильно страдали. И я думаю, что в сегодняшней ситуации будет очень приятно им и нам поздравить их с наступающим Новым годом, подарить им подарки. Подарочные наборы получили все члены общественной организации. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Хозяином нового 2021 года по восточному календарю станет бык. В преддверии наступающих праздников наша съемочная группа решила найти в Ленинском городском округе символ года и отправилась в село Остров. Именно здесь расположена крестьянская усадьба, где местные фермеры уже несколько лет занимаются разведением крупного рогатого скота. Род именно здесь уверены фермеры крестьянской усадьбы в селе Остров. Его так и зовут Новый год. Бык родился в прошлую новогоднюю ночь. Мы, конечно, обрадовались все утром. Уже в 6 часов мы были на работе и начали уже его здесь обхаживать. Говорим, что долгожданный наш, красивый, беленький. Помимо нашего героя на ферме есть еще три быка, маленькие телята и более 10 коров. У всех свои имена. Зорька, Рыжуха, вот там Милка, вот это Люська у нас красавица. Да, Люсь? С чубчиком, с красивым. Зоотехник Валентина Страта 40 лет проработала в колхозе имени Горького. Закрылась колхоз Горького, закрылась Калиновка в последнюю очередь и все, и осталось без работы. И вот открылось здесь частное хозяйство. Мы закупили здесь сначала пять нителей в Зозерском районе. Потом уже расстелились наши, начало закупать семя, осеменять уже их. Это уже все потомство наше. На ферме есть все условия по содержанию крупного рогатого скота. Просторные поля с хорошим травостоем, где животные пасутся летом. В этом году, благодаря покупке трактора и пресс-подборщика, удалось сделать запасы сена на зиму. Основные затраты, как рассказала Валентина, идут на корм. Он очень дорогой. Стоит отметить, что у каждой коровы и быка есть свои документы, где указаны их дата рождения и прививки, которые делают по графику. Это особенно важно, ведь молоко идет на продажу и на производство сыра. Сейчас я тяну сырное зерно, вытягиваю, сейчас будет сыр чечил. Из 40 литров молока получается 3 килограмма сыра чечил. После охлаждения его помещают в рассол, и через 5 часов он будет готов к употреблению. У нас сыр есть бирберкноли, танистрату это твердые сыры есть, сусанинский это бутербродный сыр, такой он полутвердый, гауда. У нас много таких названий. Пармезан делаем, но он хранится очень долго. Грюер. Недаром говорят, здоров как бык. Пусть наступающий год быка принесет в каждый дом здоровье и силы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова